Статья из группы ВК «Большая игра. История общества. Искусство». Статья за 11 июля 2018 года. Советский Союз глазами простого человека. Для обычного человека, жившего в то время, Советский Союз – это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в мире армия и не всесильный КГБ, то есть простой человек знал, что армия и КГБ его надежно охраняют, но сам этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно, как не видел своими глазами и всей грандиозности промышленности и темпов роста экономики. Зато видел другое. Советский Союз – это когда ты идешь по улицам родного города в любое время, суток, и никто не то что не нападет, слова грубого не скажет. Решетки на окнах первого этажа – да вы с ума сошли. Квартира что, тюрьма? Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были на распашку. И никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было, потому что их не было вообще. Советский Союз – это когда ты вешаешь белье после стирки на веревках во дворе, и тебе даже в голову не придет, что что-то могут спереть или испачкать из хулиганства, потому что не было такого на твоей памяти. Советский Союз – это когда ты знаешь всех жителей своего дома, даже если в нем 300 квартир, и можешь зайти в любую квартиру за солью или спичками, если вдруг закончились неожиданно. Советский Союз – это когда ветеран заходит в автобус, и пол автобуса встает, освобождая место. Заходит ветеран в магазин, все расступаются, пропуская его без очереди. А большие магазины работали по тому же принципу, что сейчас супермаркеты. Набираешь товар в тележку – идешь на кассу. Вот только никаких охранников там не было, и камеры наблюдения с каждого угла не торчали, как в колонии особого режима, и выходов мимо кассы было сколько хочешь, а никто ничего не воровал. Советский Союз – это когда автоматы с газировкой на каждом углу, и граненые стаканы в них всегда на месте, а в телефонных будках лежат справочники. Интересно, сколько минут бы они пролежали сегодня? Советский Союз – это лучшее в мире образование бесплатно. То есть ни в одной стране мира такого образования даже за миллионы не получишь, а гражданам СССР – бесплатно. И гарантия работы по специальности. Советский Союз – это бесплатные спортивные секции по всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории. Это когда ты приходишь в районную поликлинику и получаешь путевку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто потому, что врач нашел у тебя какие-то незначительные проблемы со здоровьем, и решил, что тебе стоит его поправить. Советский Союз – это когда на Кавказе не терроризм и наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые, счастливые люди. А Прибалтика – это не марш и СС и не чистка евро-унитазов половиной взрослого населения, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей, знаменитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и вылезанной до блеска даже по меркам СССР улицы. Советский Союз – это когда к заблудившемуся ребенку подходит милиционер и не в отдел его тащит, а провожает до дома, сдает волнующимся родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим с моста ребенком, спасает его, отдает родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков по службе, а просто потому, что он – советский милиционер. Советский Союз – это когда взрослый мог подойти к одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться, нуждается ли тот в помощи. А сегодня не такого взрослого спустят всех собак, подозревая в педофилии. Советский Союз – это когда в каждой третьей квартире ключи оставляют под ковриком у двери, а квартирных краш нет. А если уж в кои-то веки у кого телевизор вытащат, на следующий день будут сидеть в тюрьме, а весь 100-тысячный город будет эту пару месяцев обсуждать. Советский Союз – это когда можно полгода не заходить в магазин и все равно знать все цены. Если батон полгода назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит. Хотя нет, можно ошибиться. Мог подешеветь до 22. А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И рубль, забытый между страниц старой книги, найденной через 10 лет, это такой же рубль, а не обесценившаяся бумажка, даже подороже, чем 10 лет назад. Одна из самых навязчивых советских реклам – храните деньги в сберегательном банке. А знаете почему? А потому что стимула не было, они и в чулки не хуже хранились, ни инфляции, ни квартирные кражи советскому человеку не грозили. Советский Союз – это когда быть столеваром или полярным летчиком было так же престижно, как сейчас банкером. А слово «бандит» произносилось не с восторженным придыханием, как в 90-е, а с брезгливым презрением. Ну а слово «террористы» для советского человека звучало так же непонятно и фантастично, как злые трехклассные осьминоги из другой галактики. Советский Союз – это когда до такого извращения, как охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. Самым грозным человеком в школе была уборщица, а уж вызов к директору звучало для школьника, как военный трибунал. Ну как еще объяснить тем, кто не застал? Представьте то место, где вам было спокойней, уютней и надежней всего. Свою детскую комнату, например, или бабушкин дом в деревне. Ну, у кого что, представили? Вот так же мы чувствовали себя в любой точке нашей необъятной страны. Советский Союз глазами простого человека.